Верните мои деньги. Карагандинка решила перевести наличные посредством банкомата на свою карту. Машина их приняла, однако в итоге приличная сумма так и осталась незачисленной на счет. Все попытки в этом разобраться ни к чему не привели. Почему так произошло и как теперь возвращать свои средства, выясняла Ирина Вобещевич. Сейчас столько мошенничеств по телефонам говорят, да, но то, что банк, банкомат может такое произвести, то есть не додать деньги. Я в первую очередь такое слышу. Сауля до сих пор не может прийти в себя. Она на днях продала свой Hyundai Accent в аварийном состоянии. Расчет с покупателем производила в отделении банка на Муканово. Наличная сумма в 2 миллиона 200 тенге была передана ей в руки. Она решила тут же воспользоваться банкоматом, чтобы перечислить деньги на свой счет и не рисковать, перевозя в автобусе крупную сумму. Со мной был несовершеннолетний сын 14 лет. Мы пересчитали в банке эти деньги. И потом сняли резиночку, положили в этот приемник банкомата. И оказалось, что он нам вначале считал, выдал миллион 980 принял, 220 он как бы обратно возвратил. Мы не поняли, думали, может быть, что-то с деньгами не то. Посмотрели, обратно пересчитали. 220 я положила. И закрылась эта крышечка. Банкомат проглотил в итоге 2 миллиона 200 тысяч, но отразил всего 2 миллиона. А 200 тысяч словно провалились в черную дыру. Я сразу возмутилась там. У меня возмущение. Я стояла. Девушки подошли, говорят, не переживайте. Ну, типа, вам вернем эти деньги. Вы только напишите заявление там в приложении. Я написала. Как бы более-менее успокоилась. Но не думала, что это какой-то кипиш там создавать. И ушла. Потом девушку вызвали в банк для написания заявления о предоставлении видеозаписи. Она так и сделала, и уже остаток дня провела в ожидании того, что заветная сумма вот-вот отразится на ее счете. Банкомат – удобный, круглосуточный посредник между счетом и наличными. Но, как с любой техникой, с ним могут возникнуть неполадки. Путем вмешательства операторов несоответствие легко выявляется, и сумма быстро может вернуться. Но не в случае с Сауле. В шестом часу ко мне звонят из банка, говорят, мы уже можем вам ответить на ваши заявления. Я говорю, что вы нашли мои деньги. Она говорит, нет, мы сделали выемку, ваших денег не оказалось. В общем, я не знаю, как в наше время сейчас теперь доверять банкам. Если банкомат теперь нас грабит. Средь бела дня. Я просто теперь боюсь. Я одна воспитываю ребенка, и для меня 200 тысяч – это значительная сумма. По словам юриста, в подобных случаях необходимо себя обезопасить заранее, чтобы не пришлось в дальнейшем доказывать очевидное. В банкоматах есть камера, которая фиксирует лицо человека. В банкомате также есть программное обеспечение, которое считает, сколько средств поступило в банкомат. Да и в самом банке есть камеры, и все эти данные будут запрашивать полицейские. Также необходимо сразу же уведомить банк о том, что финансовые мероприятия по изъятию данных же средств, чтобы осуществилось в присутствии него, то есть изъятие денежных средств, чтобы это могли зафиксировать. То есть если будет в этом отказ, то, соответственно, надо будет еще обратиться параллельно в отдел по защите прав потребителей финансовых услуг, который находится при Национальном банке Республики Казахстан. Финрегулятор должен будет воздействовать на банк, но если и это не поможет, тогда придется судиться, и в этом случае можно еще взыскать и моральный ущерб. Мы обратились в банк, комментарии не получили, однако до нас, как и после этого, до самой Сауле была донесена информация, что вопрос с возвратом денег пока не решен. Служба безопасности банка им занимается.